Зимняя неудача вермахта в России заставили руководство Третьего рейха приступить к полной перестройке военной промышленности. Германии поняли, что близких уже не будет и надо готовить экономику к длительной войне. Перестройкой промышленности для военных нужд руководил любимец Гитлера архитектора, а ныне министр вооружения и боеприпасов Альберт Шпейер. Он рьяно принялся за дело, но первые месяцы германские заводы не были способны обеспечить вермахт всем необходимым. Германию выручала промышленность оккупированных стран, очень высокоразвитая, имевшая большие запасы сырья и военных материалов. Без них вряд ли могла бы действовать в марте 42-го года авиация Геринга, а африканский корпус Ромеля для своих танков и автомашин получал бензин и горючие прямо на фронт из французского Туниса. В целом, это сотрудничество Европы с Германией можно сравнить с американским ленд-лизом для советской России, с той только разницей, что Европа в марте 42-го года в значительно большей степени помогала гитлеровской Германии, чем Соединенные Штаты Советскому Союзу. При этом Германия расплачивалась бумажными марками, а Советский Союз – золотым запасом. 7 марта 42-го года Черчилль в письме Крузвельту писал, мы знаем, что на полях России вот-вот развернется новое германское наступление, а мы мало чем можем помочь единственной стране, которая ведет тяжелую борьбу с гитлеровскими ордами. Да, в марте 42-го года союзники мало чем могли помочь советской России. Черчилль был искренен. А вот Чехия Гейдриха и марионеточного президента Гахи могла бы гордиться своим вкладом в оснащение вермахта, особенно в области артиллерии. Субтитры сделал DimaTorzok В первую военную зиму Гитлер сильно сдал, постарел и часто признавался, что от напряжения зимних месяцев он иногда терял сознание. Не знавший до сих пор неудач фюрер был потрясен, хотя и уверил себя, что только благодаря его силе воли войска группы армий «Центр» избежали полного разгрома. Судьба Наполеона, полагал Гитлер, вермахту уже не грозила. В марте главный фронт Второй мировой войны стабилизировался от Заполярья до Крымского полуострова. Советские армии по инерции еще проводили частные наступательные операции, которые уже не были неожиданными для врага. Калининский фронт наступал на Ржев и Белый, Западный фронт атаковал в направлении Вязьмы с целью выручить загнанный в мешок совместными усилиями фон Клюге и Жукова войска 33-й армии. Чрезмерный оптимизм советской ставки поставил в тяжелое положение войска Второй ударной армии Волховского фронта, вынужденные наступать на узком участке без обеспечения флангов и к тому же на местности, непригодной для наступления. Мартовские атаки Красной армии вели к большим потерям распылению войск. Войска, выполняя приказ, продолжали наступать, вспоминал маршал Рокоссовский. Причем командованию фронта была поставлена задача – изматывать врага, не давая ему никакой передышки. Вот это было для меня непонятным. Одно дело изматывать врага оборонительными действиями, добиваясь выравнивания сил, что и делали мы до перехода в контрнаступление. Но чтобы изматывать и ослаблять его наступательными действиями, при явном соотношении сил не в нашу пользу, да еще в суровых зимних условиях, я это никак понять не мог. После образования Крымского фронта на Керченском полуострове защитники Севастополя стали снабжаться минами, снарядами, боеприпасами во вторую очередь. Ставка и маршал Буденный считали, что Крымский фронт сможет разгромить 11-ю немецкую армию, и тогда осада Севастополя прекратится сама собой. Армии Крымского фронта 44-я, 47-я и 51-я были оснащены танками тяжелой артиллерией, но никак не могли прорвать оборону противника, уступающего им по всем военным статьям. В Крыму чувствовалось отсутствие способных умелых командующих высшего звена. В конце марта 1942 года в Государственном комитете обороны прошло совещание с участием представителей Ставки Верховного Главнокомандования. С подробным обстоятельным докладом выступил маршал Шапошников, который, разумеется, исходил из известных ему стратегических установок Сталина. А установки эти заключались в том, что 1942 год должен был рассматриваться как год полного разгрома противника и освобождения оккупированных нацистами территорий Советского Союза. Лишь в самом конце своего выступления Борис Михайлович позволил себе высказать несколько крамольных мыслей. Он, в частности, не приветствовал подготовку стратегического наступления на юго-западном направлении и считал, что нужно ограничиться стратегической обороной. Как вспоминал Георгий Константинович Жуков, сам участник этого совещания, Сталин достаточно резко оборвал Шапошникова, заявив следующее. Не сидеть же нам в обороне, сложа руки и ждать, пока немцы нанесут удар первыми. Надо самим нанести ряд упреждающих ударов на широком фронте и прощупать готовность противника. Жуков предлагает развернуть наступление на западном направлении, сказал Сталин, а на остальных фронтах обороняться. Я думаю, что это полумера. Сталина тут же в своем выступлении поддержал Тимошенко, затем Ворошилов. В итоге мнения разошлись и окончательное решение принято не было. Наступление японской армии флота гигантскими волнами охватывало Юго-Восточную Азию. 1 марта началась крупнейшая десантная операция в истории Второй мировой войны. Японский флот высадил войска на остров Ява. Отряды десантировались в нескольких районах острова. Уже в полдень 1 марта овладели аэродромом Калиджати, а затем начали продвижение вглубь острова. К 12 марта сопротивление голландских, австралийских и англо-американских войск всюду было сломлено. Голландская Индия с ее нефтяными месторождениями и другими запасами стратегических ресурсов оказалась в руках императорской Японии. 17 марта для обороны Австралии прибыл главнокомандующий союзными вооруженными силами в юго-западной части Тихого океана генерал Дуглас Маккарту. До марта он командовал американскими войсками на Филиппинах и на полуострове Батаан оставил свои войска в тяжелом положении. Американцы сражались на Батаане мужественно, упорно, несли тяжелые потери и никакого выхода у них не было, кроме капитуляции. В марте погибли и были захвачены в плен около 110 тысяч солдат и офицеров Американо-филипинской армии. Японцы поощрили зверство против пленных и мало кому из американцев суждено будет вернуться на родину. Но оборона полуострова Батаан и затем острова Корехидор продолжалась. Генерал Маккарту, склонный к театральным жестам, покидая истекающую кровью армию, громко прокричал «Я вернусь». Будущий президент Соединенных Штатов, генерал Изенхаур, как-то на замечание, что он служил под началом Маккарту, ответил «Да, я действительно 12 лет изучал под его руководством драматическое искусство». Наступление японской 15-й армии в Бирме имело целью разорвать единый фронт англичан и гаминдановского Китая, создать угрозу жемчужине британской короны Индии. Зимой японские войска вступили в Таиланд, якобы для поддержания общественного порядка, а затем с северо-востока и востока начали наступление против Бирмы, стремясь к овладению районом столицы Рангуна и выходом на побережье. Как и в голландской Индии, японская армия сначала захватывала авиационные базы и аэродромы противника, а затем, используя преимущество в воздухе, начинала атаки пехоты. 8 марта неожиданным ударом и после почти 70-километрового марш-броска 215-й пехотный полк 33-й японской дивизии овладел рангуном. Вся южная Бирма оказалась в руках Японии. Рузвельт в письме Черчиллю писал «Сейчас обстановка на Тихом океане очень серьезная». Рузвельт, который всячески стремился к тому, чтобы китайская армия Чан Кайши стала главным противником Японии на сухопутном фронте, переживал неудачу в Бирме особенно остро. Японцы перекрыли дороги и захватили порты, через которые проходило снабжение китайской армии. Президент Рузвельт утвердил разделение Тихоокеанского театра военных действий на два участка. Тихоокеанским назначен командовать адмирал Честер Нимец, а юго-западным генерал Дуглас МакАртур. Гитлер назначил командующим германскими силами на западе фельдмаршала Герда фон Рунштеда. Под его началом было всего 29 дивизий. Уместно сказать, что на Восточном фронте к концу весны 1942 года Вермахт сосредоточил 226 немецких дивизий, не считая дивизий сателлитов Германии. Гауляйтер Тюрингий Фридт Заукель добился разрешения Гитлера использовать иностранных рабочих на заводах, фабриках и на сельхозработах. Это принципиальное решение в дальнейшем значительно восполнит мобилизационные возможности Германии. Черчилль в письме к Сталину согласился признать советские границы на день 22 июня 1941 года и отправил послание Рузвельту с просьбой одобрить это соглашение. Польский строительный батальон в составе вермахта раскопал в окрестностях Смоленска в Катенском лесу могилы польских военнопленных. Немцы никак не отреагировали на это известие. Продвигаясь на юг и юго-запад, японская армия использовала антиколониальные лозунги и называла себя армией освободителей. Японцы успешно сотрудничали с освободительными движениями в Бирме, в Индокитае, Таиланде, в Малайи, в Голландской Индии. Причем с ними сотрудничали такие известные деятели, как будущие лидеры Бирмы Аунсан и Индонезии Сукарна. Он полагал, что вместо европейских колонизаторов Япония приходит к ним ненадолго. И в этом был прав. Японские руководители даже в дни самых больших побед и успехов в Японии были не уверены в будущем. И полагали, что Япония не выдержит длительной войны. Кстати, эту же истину хорошо знала и гитлеровская клика. Гитлер еще в октябре 1941 года сказал генералу Йодлю, что если война затянется, победы нам не одержать. Адмирал Имамото писал в сестре, что война началась, мы одерживаем победы, много шуму, но Япония может войну и проиграть. В марте премьер-министр Японии генерал Тодзио и военные руководства в записке императора Хирохита писали, что главные задачи японской армии и флота – это прорыв из Бирмы в Индию, уничтожение американского Тихоокеанского флота и изоляция Австралии. Советский Союз в японских планах войны не упоминался. Премьер-министр Японии Хидеки Тодзио родился в 1884 году. Участник русско-японской войны. Во время захвата Манчжурии служил в Квантунской армии. В 1937 году стал ее начальником штаба, пользовался громадным авторитетом в армии. В качестве премьера генерал Тодзио выбрал войну как единственную возможность существования Японской империи. Введение войны полностью было в руках Тодзио, потому что кроме поста премьера он был еще военным министром и начальником генерального штаба армии. Когда Япония вступила в полосу военных неудач, генерал Тодзио 18 июля 1944 года ушел в отставку. После капитуляции он попытался покончить жизнь самоубийством, но выжил. Затем его судили победители, и генерал Тодзио был повешен. Не стоит сравнивать его с фюрером и Дуччи. Тодзио был одним из многих японских милитаристов и в диктаторы явно не годился. В войне в Европе Великобритания по-прежнему основным своим оружием считала бомбардировки немецких городов и военных объектов. 3 марта на окраине Парижа удару с воздуха подверглись заводы Рено, выполнявшие германские военные заказы. Теперь, когда погода улучшается, писал Черчилль Сталину, мы возобновляем как в дневное, так и в ночное время свое мощное наступление на Германию с воздуха. 28 и 29 марта в течение двух дней массированными бомбардировками был почти полностью разрушен немецкий город Любек. Погибли в огне и под развалинами в основном мирные жители. Гитлер впал в бешенство. Но что он мог сделать? Организовать ответные налеты месте Люфтваффе Геринга не могли. Во-первых, почти вся бомбардировочная авиация находилась в Советской России. Во-вторых, у Германии фактически не было стратегической авиации дальнего действия ни на аэродромах Франции, ни в самом Рейхе. Немецкие военно-воздушные силы славились своей тактической авиацией, умело взаимодействующей с пехотой и танками, особенно в наступлении. Но Геринг не позаботился о развитии стратегической авиации, и потому Германия не была способна к устрашающим бомбардировкам многомоторных самолетов. Испытывая недостаток в транспортной авиации и подгоняемая суровой фронтовой действительностью хотя бы окружением крупных группировок немецких войск в районе Демянска и Холма, немецкие конструкторы решили переделать гигантский планер в транспортный самолет «Гигант Мессершмитт-323». Первые испытания «Гиганта» прошли успешно. 28 марта 1941 года в Ставке Гитлера прошло совещание по планам военной кампании на предстоящий год. Присутствовала вся военная элита вермахта. Гитлер заявил, что исход войны решается на Востоке. Авиации и танки решающие рода войск. Главные усилия на южном фланге Советско-Германского фронта. В первую очередь добиться успеха в Крыму. Затем наступление в сторону Воронежа. Захватить районы нефтедобычи. Превратить Черное море в закрытое для наших врагов. Сроки не позднее начала сентября выйти к Северному Кавказу. Совещание у Гитлера показало всем его участникам, что возможности вермахта для наступления уже не те, что летом 1941 года. Германия могла вести наступательные действия только на одном из участков громадного Восточного фронта. Гитлер выбрал юг. Нефть была нужна ему, как воздух. Во второй половине марта 1942 года в Советский Генеральный Штаб по линии разведывательных организаций стали поступать сведения о том, что немецкая активность в текущем году может быть перенесена на южное крыло Советско-Германского фронта. Это были важные сведения, которые должны были заставить советское руководство задуматься. Однако Абвер немецкая военная разведка провела параллельную операцию. Целью этой операции было убедить советское военное руководство в том, что главная активность немецкой стороны будет осуществляться с Ржевско-Вяземского плацдарма. Будет проведена так называемая операция «Кремль» по второму наступлению на Москву летом 1942 года. Эта дезинформация побудила Жукова продолжать свои настойчивые попытки по ликвидации Ржевско-Вяземского плацдарма, который, как полагал Жуков, мог быть использован германским командованием в качестве трамплина на Москву. И тем самым положение 17-тысячной ударной группировки 33-й армии Западного фронта, который командовал мужественный командарм генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Ефремов, оказалось практически безнадежным. В своей директиве окруженной группировки Ефремова, которая была отсечена немцами на подступах к Вязьме от своих основных сил, Жуков предписывал следующее. Цитирую. «Организовать оборонительные действия так, чтобы ни в коем случае не допустить сдачи занимаемой территории и не допустить сужения района действий группы. Для группы Ефремова попытка выполнить приказ Жукова в последующие после этой директивы 2-3 недели обернется подлинной катастрофой». Подводная война в марте по-прежнему была успешной для немцев. Это была почти безнаказанная охота германских подводников у берегов Соединенных Штатов и в Карибском море. Американский флот и авиация совершали в начале своей борьбы с подводными лодками те же самые ошибки, что и британцы осенью и зимой 39-40-го годов. Конвойные корабли не умели охранять караваны судов. Многие транспорты шли в одиночку. Авиация не патрулировала морские просторы, а ожидала появления субмарин. Немцам не навязывалось жесткое ежедневное единоборство. Экипажи подводных лодок не изматывались в этой борьбе и с завидным постоянцем вели успешные атаки. Черчилль, уже переживший все это, в нетерпении топал ногами, требовал учесть английский опыт. Но в войне, видимо, действует закон постепенности. Пока не упадешь, не встанешь, и только встав, научишься не падать. Американцы осваивали науку охраны конвоев так же медленно, как и в свое время англичане. 6 марта германский морской гигант линкор «Тирпиц» вышел из норвежского порта Транхейм в сопровождении трех эсминцев. Целью «Тирпица» был разгром двух конвоев, из которых ПК-12 шел из Исландии в Мурманск, а другой, Кюпе-8, возвращался из Кольского залива. Немцы не знали, что в море на линии конвоев находится целая эскадра, командующая флотом митрополии адмирала Джона Тови в составе трех линкоров, авианосца и 12 эсминцев. «Тирпиц» несколько раз прошел и мимо конвоев, и пересек курс английской эскадры. Адмирал Тови, получив сообщение о «Тирпице», пытался обнаружить его. 9 марта самолеты с авианосца «Викториас» и 12 торпедоносцев «Альбакор» нашли «Тирпиц» и атаковали его. Все торпеды прошли мимо, два самолета были потеряны. После этого германский линкор без особых хлопот вернулся в Транхейм. В Средиземном море английский флот к весне 1942 года, после переброски части кораблей на Дальний Восток и больших потерь в результате действий германских подводных лодок и авиации, переживал самые трудные свои времена. Флот должен был помочь выстоять острову Мальта, постоянно поддерживать гарнизон города Тобрука и препятствовать снабжению итало-германской армии в Северной Африке. И то, что в конечном итоге странам осенне удалось взять Мальту, не смогли они и наладить постоянное снабжение африканского корпуса Ромеля, большая заслуга принадлежит отчаянно сражавшемуся Средиземноморскому флоту и его командующему. Адмирал Эндрю Каннинхем родился в 1883 году. Участник Первой мировой войны и Ютландского сражения. Командующий Средиземноморским флотом Великобритании. Решительный, инициативный, энергичный флотоводец. Разгромил итальянский флот в Таранто и у мыса Матапан. В критические дни после больших потерь флот Каннинхема справился и с блокадой противником Мальты и с начальными неудачами 1942 года в Северной Африке. Закончил войну адмирал на посту морского министра Великобритании. 27 марта командование сухопутных войск США представило Рузвельту общий план вторжения в Европу весной 1943 года силами 48 дивизий и 5800 самолетов. Проект плана назывался «Меморандум маршала». 31 марта крупное японское оперативное соединение флота вошло в Индийский океан. В марте третья попытка прорвать блокадное кольцо Ленинграда успеха не принесла. Наступавшие войска и сами попали в тяжелое положение. Особенно это касалось армии Волховского фронта. А в Ленинграде весна была временем борьбы с дистрофией. Нормы продовольствия увеличились, но люди после смертной зимы находились в состоянии апатии и бессилия. В марте умерли 95 512 человек. 8 марта состоялся воскресник женщин. На улицы смогли выйти всего около 17 тысяч ленинградок. Город надо было убирать, и Ленгарисполком принял решение о мобилизации населения в порядке трудовой повинности на работы по очистке дворов, улиц, площадей и набережных Ленинградов. Повинность исполнили всех, кто мог выйти на улицы. При этом уборка проходила под артиллерийским обстрелом врага. В марте 29 дней город был под обстрелом. Возникло 435 пожаров. Трагическим для города был день 29 марта, когда на станции Ржевка немецкая артиллерия прямыми попаданиями уничтожила железнодорожный состав с боеприпасами. Страшные взрывы, пожары привели к гибели многих людей. Вернемся к мартовскому совещанию ГКО и Ставки 1942 года. Оппоненты Верховного Главнокомандующего, в первую очередь маршал Шапошников, исходили из того, что операции зимы 1942 года готовились в очень большой спешке. Красная армия по-прежнему испытывала большой дефицит материальных средств, в первую очередь боеприпасов. Была недостаточно мобильной. Не было должной согласованности в действиях фронтов. Ну и кроме всего прочего, Борис Михайлович Шапошников, разумеется, исходил и из того, что за время этих боев Красная армия понесла очень и очень большие потери. С декабря 1941 года по конец марта 1942 года только безвозвратные потери советских вооруженных сил превысили 1 миллион человек. Исходя из этих соображений, Шапошников и, может быть, отчасти Жуков призывали участников совещания к тому, чтобы проявлять исключительную осторожность в планировании стратегических наступательных операций. Однако Сталину их доводы не показались убедительными. Было принято решение летом 1942 года провести крупную стратегическую наступательную операцию на юго-западном направлении. На остальных направлениях использовать методы стратегической обороны и проводить локальные наступательные операции. К чему это в конечном счете привело, мы узнаем в следующих сериях. Русский композитор Сергей Рахманинов, находившийся в Соединенных Штатах Америки, направил в Фонд обороны Советской России сборы со своих концертов и написал «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин